Привет! Это ты и твои друзья. Недавно вы встречали Новый Год. Его очень сложно провести весело, куда проще испортить всё к чертям. Мы расскажем тебе о том, какие ошибки совершают люди, планируя Новый Год. Все ждут веселые вечеринки, на которые будет много народу. Некоторые зовут людей таким образом. Скорее всего, вас ожидает следующее. Кстати, в «Звездных Бойнах» злодей мне вообще не понравился. Ой, я когда смотрел, у него ужас какой-то. Вообще, как можно такого ушастого взять главного злодей? Слишком лиричный образ для антагониста, я считаю, конечно. Слишком. Далее. Очень легко ошибиться, планируя новогодний стол. Маринованные огурчики, горошки. Слушай, ну зачем нам опять полвечера тратить на готовку? Давайте, может быть, просто все салаты купим и всё? В конце концов, мы же зарабатываем деньги. Питч-питч! Ну, с вас 600 рублей. Кстати, про готовку. Девчонки, раскрою вам небольшую мужскую хитрость. Алла, мы очень долго ходили по магазинам, выбирали самое лучшее для тебя. Ну, в общем, смотри. Да ты подходи, не стесняйся, что ты, как не своя. Ну, мы пойдём. Хорошо. Допустим, вы делаете салаты сами. Парни, ни за что не пробуйте еду, пока она не будет приготовлена. О! Можешь попробовать? Потому что глазами девушки это выглядит вот так. Проблему с готовкой можно избежать, если праздновать в ресторане. Но и там тоже есть свои минусы. Теперь, что касается подарков. Не каждый заботится о них заранее. Знаешь, давай лучше сейчас тебе подарок подарю. С Новым годом! Ого, спасибо. Ну, мы же договаривались, что мы без подарков в этом году. Не договаривались. Договаривались, ты просто не помнишь. Вообще-то не договаривались. Не, договаривались, договаривались. Ты даже смс-ку мне написала. Да ты сам себя переименовал и отправил себе смс-ку. Давай тебе деньгами отдам. Сколько я 500 рублей стоил? Вообще-то полторы. А если я за кофе заплачу? Запасной вариант провести Новый год с родителями тоже не лишен сложных ситуаций. Обычно весь день проходит вот так. Да, Кирюш, давно ты у нас дома не был. Да. Что да, ты свои файлы с компьютера удали. Я вчера закачивал «Игру престолов», места нет нифига, удали. Жена должна быть татаркой. Работать нужно по специальности. Слушай, а ты депутатом можешь стать через любые студенты? Ну, мы по выходным будем делать ремонт, так что приходи. Слушай, у меня на работе есть классная девчонка. Ленка зовут, бухгалтер. Давай себя познакомлю. Не надо. Алло, Леночка, помощь я по своему сыну тебе рассказывал, да? Так вот, передай трубочку. Алло. Алло, да, здравствуйте. Каким же тогда должно быть идеальное празднование Нового Года? У большинства людей были слишком завышенные ожидания от праздника. Наверное, все хотят встретить Новый Год лучше всех. Но самое главное заключается не в том, чтобы оказаться на самой отвязной вечеринке. Важно, нигде вы его встречаете. Сколько у вас гостей и ничто у вас на столе. Главное, что вы вместе с любимыми вами людьми. Надеюсь, именно таким и был ваш Новый Год.